Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Этот вопрос крайне важен. И вот я столкнулся совсем недавно со стаей бродячих собак. Это очень страшно. Это очень страшно, потому что они в стае, они крепкие довольно-таки, упитанные. Самое что интересное. И, в общем-то, ты понимаешь, что если их 8-10, то шансов практически у тебя не остается. Приходится только понимать, что-то тяжелое, какой-то камень рядом есть, еще что-то, но и это мало спасет. Стая бездомных собак до смерти загрызла мужчину в Магадане. Это происходит уже не первый раз, но мне кажется, стоит об этом поговорить. В реанимации Магаданской областной больницы скончался человек, на которого накинулась стая бродячих псов. Следственный комитет начал проверку. Друзья, напишите в ваших городах, как обстоят дела с этим. Встречались ли вы с стаей бродячих собак? Вообще, может быть, не со стаей, а с одной бродячей собакой. Что вы делали, как вы действовали и так далее. Уточняется, что происшествие произошло в ночь на 10 августа в районе площади Горького. Глава города Юрий Гришак сообщил, что пострадавшим была оказана медицинская помощь. Он был подключен к аппарату ИВЛ. В медицинское учреждение его доставили в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, пострадавший скончался в палате интенсивной терапии. По словам мэра, он дал поручение специальным службам по отлову бездомных собак. В середине июля, я напомню, Госдума одобрила проект нового закона, регулирующего обращение с безнадзорными собаками. Отловы безнадзорных животных и их размещение в приютах будут обязательны. Ну, вот Госдума приняла закон. И я не помню, в каком регионе, но губернатор издал свое распоряжение отловить всех, ну, там, я не помню, эвтаназия, не эвтаназия, но, в общем, решить этот вопрос. Вышли на уровень Госдумы, и Госдумы, я помню, читала, сказали, в СМИ писали, что он какие полномочия, он таких полномочий не имеет. То есть, на словах сказали, что отдали на откуп, значит, местным властям решать этот вопрос, потому что выходит сразу, вы знаете, зоозащитники и так далее. На самом деле, это тот вопрос, который раскалывает общество сразу, потому что половина людей выступает за то, чтобы этих собак отловить и, так сказать, решить этот вопрос. И другая половина людей говорит о том, что это бесчеловечно, и этого делать ни в коем случае нельзя. Так случилось в Оренбурге, когда, казалось бы, после того, как загрызли человека, все должны быть за то, чтобы отловить собак. Вышли за защитник и сказали, что нифига подобно, ничего отлавливать здесь не будете. Поэтому, когда дали на откуп местным властям, местный губернатор сказал, все, убрать всех собак с улицы. До Госдумы дошли, в Госдуме сказали, губернатор таких полномочий вообще не имеет. С чего он вдруг решил, что он может такие решения принимать. Мне кажется, эта ситуация очень серьезная. Вдумайтесь на секундочку. Мужчина лишился жизни из-за того, что его собаки на улице покусали. Я говорю, я столкнулся со стаей бродячих собак. Это очень страшно. Это очень страшно. И с моей точки зрения, конечно, у нас цифровизации всего проходят. Базы данных создаются. Но на улице бродячие собаки загрызают людей. Но как-то, мне кажется, может быть цифровизировать все-таки, не знаю, их, внести в какой-то реестр или создать какие-то условия пребывания их. Но это кормить надо, это деньги надо выделять из бюджета. Но мне кажется, как-то здесь более цивилизован нужно навести порядок в этой отрасли. Потому что, мне кажется, люди на улицах города не должны погибать от бродячих пусов. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравится мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24 на 7. Здесь внизу ссылочка на мои социальные сети вконтакте «Одноклассники. Запрещено на грамм». У меня бабушка, например, вот я вам хочу сказать, ее уже нет в живых, она шла мимо помойки. Там собаки в основном бродячие бывают. Ну, какой-то вот мусор копаются. И стая выбежала, напугала ее. И на фоне вот нервного, вот этого потрясения, она очень сильно сдала. И, собственно говоря, ее не стало из-за этого. Она просто испугалась. И после этого у нее начались, ну, какие-то, скажем так, ну, особенности поведения, скажем так. Поэтому действительно этот вопрос очень серьезный. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok